МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Владимир Путин поручил на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса в России. Первыми привык получат врачи и учителя. Использовать будут вакцину «Спутник В». Процедура бесплатная и добровольная. Когда препарат привезут в Саров, пока неизвестно. Между тем, ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной. За сутки был побит очередной рекорд по числу выявленных зараженных – 209. При этом по всей Нижегородской области COVID-19 диагностировали у 481 человека. Главный санитарный врач Саровой Ирина Игнатьева объясняет такое соотношение тем, что в городе делают очень много тестов. Гораздо больше, чем положено по нормативам. В среднем в день в городе делают около 800 анализов. При этом все сети, социальные наши звонки, которые мне поступают, мнения, разговоры, идут вокруг одного и того же. Слишком мало тестировано. Товарищи, да мы слишком много тестируем. Такого уровня тестирования нет ни на одной территории. Вот чтобы для понимания, что в законодательной базе указано, что тестировать нужно лиц болеющих, начиная от средней тяжести. Вот только если им тяжело начинают тестировать, чтобы понять, какое подключать дальше лечение. Дальше идет тестирование ОРВИ у групп риска. И дальше идет еще тестирование у лиц, которые точно были в контакте с заболевшими. И начинают сами показывать признаки ОРВИ. Таких в городе в день максимум 200 человек. Такие масштабы тестирования, как у нас, только на атомных электростанциях. Большое количество тестов дает большое количество больных, выявленных на ранней стадии заболевания. Вместе с тем, видя статистику заражений, горожане начинают паниковать. Но смотреть надо на количество госпитализаций и смертей. 93% – это легкая форма. У нас из года в год, осенью и весной, идет подъем острых респираторных вирусных инфекций. Даже не с таким, а с более тяжелым течением. Которые спокойно люди переносят на ногах. Хотя я с этим каждый раз борюсь, но побороть никак не могу. Слава богу, хоть ковид у нас заставил людей следить за своим здоровьем и лечиться, а не на работу ходить заражать. Ковид-19 – это тоже острая респираторная вирусная инфекция, которая представляет опасность для групп риска. За неделю от него умерли 13 человек. Только двое из них по возрасту не входили в группу риска. Мужчина 55 и женщина 58 лет. Остальные были старше 65 лет. При этом у всех были серьезные хронические патологии. Ирина Игнатьева еще раз напомнила о необходимости соблюдать меры профилактики абсолютно всем. В том числе посоветовала избегать скоплений людей. Не выезжать по возможности в другие регионы. Спад заболевания в городе, по ее прогнозам, ожидает к новогодним праздникам. За минувшие сутки в России выявили 28 145 случаев заражения. Из них 481 в Нижегородской области. В Сарове заболели еще 209 горожан. Один скончался. Из тех, кто госпитализирован, 13 в тяжелом состоянии. 220 в средней степени тяжести. Все больше компаний из-за пандемии переводят своих сотрудников на удаленную работу. По закону работать дистанционно можно. Но при этом в Трудовом кодексе не учтен ряд важных моментов. Например, заключение трудового договора и его расторжение. Режим работы и гарантия оплаты труда. И другие аспекты. Наконец, Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленной работе. Он предусматривает, что работодатель сможет приводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия. Но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием и возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, который ему предоставят. Другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут. Если локальным нормативным актом не определено время работы, дистанционный работник определяет его самостоятельно. Отпуск сотрудника на удаленке положен такой же, как офисному сотруднику. Не менее 28 дней ежегодно. Если задачи остаются те же, то заработную плату сотруднику снизить не могут. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Уволить дистанционного сотрудника можно, если он в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. В случае болезни сотрудники могут отправить руководителя номер электронного листка нетрудоспособности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте. По его словам, предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. 3 декабря отмечает Международный день инвалидов. Накануне этой даты наша съемочная группа встретилась с председателем Саровского отделения Всероссийского общества инвалидов. О том, как протекает жизнь организации в условиях пандемии, расскажем далее. Два стола и два стула. Это пока вся мебель в новом кабинете Саровского общества инвалидов в 6 микрорайоне. Валерий Семиков наконец добился выделения помещения для приема саровчан в самом густонаселенном районе Сарова. Теперь горожане смогут прийти с жалобами или предложениями в кабинет номер 210 на улице Курчатова, 3. Это вот самое доступное для инвалидов здание. На мой взгляд, вот точки зрения эксперта, есть все подъездные пути, соответствующие лифты, доступность коридоров. Валерий не оговорился. Теперь он специалист по оценке доступности объектов в системе создания доступной среды. Некоторое затишье в работе во время пандемии позволило ему пройти обучение и получить сертификат по программе «Мир, доступный для всех». Также Валерию предложили войти в состав Общественного совета Росатма по закрытым городам в качестве эксперта. «Сертификат мой действует на всей территории Российской Федерации. Обращаться ко мне могут. Вот сейчас было несколько обращений из прокуратуры города Саров. То есть заключение эксперта, они принимаются в судах, в спорных вопросах с инвалидами». Проблема недоступности городских объектов для маломобильных саровчан давно волнует председателя Саровского общества инвалидов. Валерий отметил, что с такими жалобами к нему постоянно обращаются горожане. Он, в свою очередь, направляет запросы в администрацию, а потом и в прокуратуру. Сразу после интервью мы прошли по улице от КБО до Московского пассажа. Не все здания оборудованы для посещения инвалидами. В отличие от коммерческих, государственные организации добросовестно сделали разметку и повесили информационные таблички. Кстати, не на всех автостоянках есть парковочные места для инвалидов. У горожан мнения о доступности городских объектов для маломобильных саровчан разделились. Даже не знаю, что сказать. Ну, наверное, может быть, они очень как-то оборудованы. Но, может быть, этому есть причина. Например, какая? Ну, может, они никуда не ездят, мало жалуются. По большому счету никак. А вы как считаете? То же самое. Мы одно целое. Спуски и все. Это что-то. И никакого уважения к ним. Где-то у нас уже все оборудовано. Мне понравилось, я вчера проходила. Хорошо. Где вокзал. Пантусы. Пантусы уже. Ну, уже стараются. 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 Изменения прямо на лицо. И по улицам плохо, и к зданиям плохо им передвигаться. Я считаю, что плохо инвалидам. Надо все сделать так, чтобы им было доступно. Полученные во время обучения знания и статус экспертов всероссийского уровня позволят председателю Саровского общества инвалидов быстрее наладить диалог с властями и справиться с проблемами в городе. В скором времени Валерий Семиков планирует открыть в городе экспертный центр по доступной среде. В Нижегородской области есть только один такой центр. В Мордовии таких учреждений и специалистов вообще нет. Продолжается строительство жилого дома на улице Зернова, 43. Специалисты завершают формирование пятиэтажного каркаса. Параллельно идут внутренние работы. Сдать дом должны к середине следующего года. Заостройщик обязан продать муниципалитету 30% квартир в новом доме по цене в 34 тысячи рублей за квадратный метр. И эту недвижимость администрация бесплатно передаст очередникам. Всего проектом предусмотрено 10 однокомнатных, 5 двухкомнатных и 15 трехкомнатных квартир. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Жители городов присутствия госкорпорации «Росатом» могут принять участие в творческом конкурсе «Дыши красиво» по созданию дизайнерских защитных масок, который посвящен борьбе с COVID-19. Конкурсантам необходимо изготовить тканевую защитную маску с авторским дизайном и до 21 декабря отправить фотографию своего изделия, анкету и видеоприветствия на электронный адрес конкурса «Маска-мода-собака-мейл.ру». Фотографию с хэштегами конкурса «Атомные города», «Дом моды», «Надень маску», «Береги здоровье» и ответом на вопрос, почему важно носить маску, чтобы остановить распространение коронавируса, нужно выложить на свои личные страницы в социальных сетях. Победители ждут призы. Саровский драматический театр представил афишу онлайн-мероприятия на новогодние праздники. На сайте театрсаров.рф с 29 декабря по 10 января выложат видеозаписи спектаклей для детей и взрослых, которые ранее шли на нашей сцене. Также зрителям покажут новогодний концерт. Ссылки после показа будут активны до конца каникул. Напомним, театр 25 декабря откроет свои двери в очном формате. Билеты на новые спектакли, «Игра в любовь» и «Голубая стрела», а также на сказку «Котенок Гав» уже в кассе. Телефон 98383. В декабре в городе пройдет конкурс-фестиваль «Звуки Сарова». Его тема – Новый год и символ 2021. Участниками могут стать дети и подростки от 4 до 17 лет. Нужно прислать видеозапись, на которой поздравить горожан с Новым годом, выразительно прочитать стихотворение или отрывок из повести, или исполнить песню. Также принимают новогодние рисунки. Подробности по телефону 55202. Третье декабря – день неизвестного солдата. Эта памятная дата посвящена всем пропавшим без вести и безымянным воинам, отдавшим свою жизнь за Родину. В этот день по многолетней традиции активисты общественных объединений и ветеранских организаций возложили цветы к Вечному огню. Цветы, свечи и минута молчания в память о тех, кто ценой своей жизни защищал Родину. Подвиги многих остались неизвестными, как и их имена. В день неизвестного солдата сравчане возложили цветы к Вечному огню. К сожалению, на поле битвы погибло очень много солдат. И их всех нужно помнить. К сожалению, имен мы не знаем. Но хотя бы так, возлагая свечи в этот день неизвестного солдата, мы можем отдать дань этим людям. Ежегодно в России с апреля по ноябрь проходит вахта памяти. В это время участники поисковых отрядов проводят на местах сражений Великой Отечественной войны раскопки, чтобы найти останки погибших и установить их имена. Благодаря этой акции число советских солдат, которые не вернулись с фронта, с каждым разом становится все меньше. В этом году поисковики нашли останки 17 с лишним тысяч бойцов Красной Армии. Некоторых удалось идентифицировать по медальонам, в которых лежали записки с адресами родственников. Но за почти 80 лет бумага настолько истлевает, что простое разворачивание свитка превращается в хирургическую операцию. С особой аккуратностью поисковики обращаются с найденными документами. Это последние свидетели подвига солдата. Сейчас мы с помощью наших друзей-экспертов будем проводить вскрытие медальона. Если нам улыбнется удача, то, может быть, мы узнаем имя очередного неизвестного героя. Количество невернувшихся с полей сражений составляет более двух миллионов человек. Так что понадобится еще не одно десятилетие, чтобы установить имена всех героев Отечества и захоронить их с воинскими почестями. Послоняться со слонами предлагает своим читателям детская библиотека имени Пушкина. Для юных посетителей-библиотекарей приготовили детективную игру-поиск. На книжных полках спрятано 10 книг об удивительных гигантах. Найдя эти издания, дети узнают интересные факты из жизни слонов с помощью QR-кодов. Эти животные – самые крупные из тех, что ступают по земле. Их дом – жаркие саванны Африки и бескрайние тропические леса Юго-Восточной Азии. Когда-то далекие предки этих гигантов жили среди нас, но те времена – в далеком прошлом. И напоминают о них лишь огромные бивни, которыми усеяна вся Сибирь. 30 ноября – Всемирный день слонов. Его принято отмечать познавательными семинарами и другими мероприятиями, из которых можно узнать много нового и интересного о жизни сухопутных великанов. Наш город тоже не остался в стороне. Необычный способ познакомить ребят с этими удивительными созданиями нашли в детской библиотеке имени Пушкина. Мы решили не просто обойтись выставкой, мы для них придумали детективную игру «Поиск. Послоняться со слонами» называется она. И задача ребят наших читателей такая. Во всем нашем отделе, в отделе детства, спрятано 10 книг о слонах. И они должны их отыскать. И отыскав книги, они с помощью мобильного телефона, с помощью приложения должны отсканировать QR-код и узнать интересные факты о слонах. Одну из первых все книги нашла постоянная читательница Рита Борисова. Завсегдатой библиотеки она стала еще в садике. Поэтому девочка с легкостью ориентируется в читальных залах. Больше всего общение с книгами Рита ценит за возможность узнать для себя что-то новое. И как настоящий библиоман внимательно следит за новинками из любимых подборок. Серия «Настя и Никита». В этих книгах рассказывается, например, о жизни в прошлом или о всяких автомобилях, о знаменитых собаках. Специально для нашей съемочной группы Рита согласилась еще раз совершить увлекательное путешествие в мир слонов. Прочитав первую подсказку, девочка отправляется к нужному стенду. А вот и первая книга. Это 38 попугаев Григория Остера. Отсканировав QR-код, маленькая Рита узнает, что взрослые слоны спят стоя, сбившись кучей и по возможности облокотившись друг на друга. На развороте девочка читает подсказку о том, где искать следующий томик. А теперь загляни на полку, где стоят книги о здоровье. Итак, шаг за шагом Рита обходит все читальные залы детского отдела, попутно узнавая о том, как слоны общаются, чем эти величественные животные похожи на людей, умеют ли они улыбаться и много других интересных фактов. Почувствовать себя детективом и окунуться в удивительный мир слонов могут все желающие. Ребята и их родители ждут в детской библиотеке имени Пушкина по адресу Герцена 13А с 9 утра и до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин